Мы поговорили про здравоохранение, мы поговорили про общественный транспорт, про другие нюансы, но ведь люди все равно, некоторые скажут, ну подождите, зарплата-то в Швеции все равно выше, чем в России, значит страна должна быть по определению лучше и более развита. Насчет зарплат это тоже интересный вопрос. Дело в том, что в Швеции она, вы знаете такое выражение, шведский социализм, да? Да, но американские коммунисты и либералы, социалисты тоже, они обожают, они говорят, скандинавские страны это просто эталон, это идеал, это вот все, нужно моделироваться, как вот они сделали, нужно вот такие страны строить. Вы знаете, шведы, они, в общем, это специальная такая нация, это вообще-то очень бедная страна была. До того, как нашли руду в Швеции на севере, это была страна нищая, вы, наверное, знаете, что огромное количество шведов в 18-19 веке переехали в Соединенные Штаты, именно потому что с голодухи. И штат Иллинойс населен огромным количеством выходцев из Швеции, на самом деле. Страна очень бедная, очень неплодородная, абсолютно невозможно там вести здесь сельское хозяйство из-за каменистости почвы, это невозможно прокормить Швецию. Поэтому шведы, вообще-то, очень прижимисты и, ну, и по-хорошему и по-плохому, но я сейчас даже нейтрально говорю, вот просто они прижимисты, они не расточительная нация, не как американцы, не бросаются друг на друга, или не бросаются, так сказать, с улыбками, 32 зуба и не говорят, что все хорошо, и так сказать. А, то есть они нормальные люди, как мы? Они сдержанные, я бы сказала, очень сдержанные люди, скорее. А вот, извините, я перебью, извините, пожалуйста, а если вы с ними познакомились и вы вот более или менее друзья, то они также будут сдержанно к вам относиться или они как-то потеплее? Вы знаете, они очень стеснительно сдержанные вначале, но если ты растопишь этот лед вот вначале, они достаточно благодарно откликаются. Вот с нашими соседями мы была, на самом деле они не общаются, как я уже говорила, с соседями, но если что-то какой-то сосед им доставил неудобство, ну, какое-то там, что-то молотком стучит, а им слышно, они не придут, ему никогда не скажут. Ну, слушай, друг, удалось бы штучать там через час, вот я сейчас, мне сейчас прямо, ну, никак с этим молотком. Но она пишет в инстанции письмо, конечно, чтобы уже это пошло через другую, как бы, знаете, через другую. Никак не привязана была ко мне, вот я лично сам, ни за что. А соседка, мы слышали, у соседей в гараже стучат очень об нашу стену, и я как-то ее встретила и говорю, Гунила, вы знаете, вот что вы там делаете, вот шесть часов, мне просто... У нас там стоял раньше посудный какой-то шкаф, и звенел, ну, реально, как землетрясение, знаете, это поднадоедало часов восемь вечера. И она стала думать, и, в общем, выяснилось, что у нее сын занимался скалолазом, повесил туда, знаете, вот эту доску, на которую лазит, и она стукалась об стену с такой регулярностью и издавала вот такие вот звуки у нас дома. Но, тем не менее, она мне была так благодарна, что я не написала телегу, что мы после этого подружились. Ну, насколько это возможно по-шведски, но мы общаемся, разговариваем, что-то друг другу, беды какие-то свои рассказывают, а нам, в основном, но не важно. Но факт тот, что вот этот лед, если растопить, то он, а потом под ним, в общем, человек нормальный. И, надо сказать, шведы, они не хвостуны, у них человек должен быть, знаете, вот выражение есть, это такое типично шведское, лагом. То есть, должно быть ровное, вот нормально все должно быть, у него не должно быть пиков ни туда, ни сюда, вот это должно быть лагом, то есть ровненько так вот, знаете, такое вот, это вот, такое должно быть общество, состоящее из людей, у которых все лагом. Понятно. Вот, и Швеция, я говорю, уже небогатая страна, и, собственно, последний премьер-министр, при котором она жила на свои средства, это был Уловпальне, на самом деле. Тогда там строили, знаете, вот в 70-х годах дома, похожие на наши, которые строили в 70-х, немножко обезличенные, но там они пытались такую некую коммунальную, как бы вам сказать, коммуну такую из этих домов. То есть, в этих домах были и магазины, и парикмахерские люди, которые жили вплоть до столовых, что если они хотели обедать сообща, то вот какие-то дежурные выбирались, вот они делали обед на всех, и вот там все сидели и как бы ели. Это такой вот они как бы хотели, вот у них такой был стимул. И тогда они жили по средствам, согласна. И очень скромненько, но тогда вот эти налоги, они как-то действительно шли, наверное, в дело, потому что строились, опять же, дома, это вот был как бы строительство, на самом деле, метро опять же строилось, какой-то транспорт развивался. А потом начался, он совпал с нашей перестройкой, я думаю, не случайно, необычайный бум потребления, то есть жуткого, то есть они хватали эти кредиты необыкновенными пачками, все на все и всегда. И, собственно, я думаю, вот союз распался не случайно, огромное количество денег, это просто материальные блага перекачали. Из одной части в 90-е годы, в конце 80-х, у меня просто знакомые моего возраста, которые тоже вступали в рабочую, так сказать, жизнь после каких-то институтов в конце 80-х, в начале 90-х, они оказались, купив какие-то квартиры по тогдашним ценам, вдруг оказались перед лицом гигантской инфляции в конце 80-х, в 89-м, инфляция сравнимая, наверное, с нашими 90-ми годами. То есть, когда цены на квартиру в 10-20 раз буквально за несколько месяцев подскочили, вернее, не на квартиру, а рента, то есть кредитная рента подскочила в 10-20 раз, а цена на квартиру, естественно, уменьшилась, потому что у народа стало меньше денег на покупки. Рента – это шведское слово, я так понимаю? Рента – это кредит. Процент. Процент. Ставка. Я извиняюсь, ставка кредита. Извиняюсь, шведская, я уже привыкла. Вот, и многие оказались своими квартирами без работы, с невозможностью выплачивать вот эти вот огромные проценты и с невозможностью продать квартиру, потому что они бы ничего не получили просто как бы за это. И вдруг, значит, как в начале 90-х, в 91-м, 92-м, на них хлынул поток благ всевозможных. Ну, я понимаю просто, с чего это произошло. Просто нас раздербалынили, страну, и богатства перекочевали туда, куда они должны были перекочевать, естественно. И досталось в том числе и Швеции. Ну, немножко. Я могу сказать, что в Швеции досталась Литва и Латвия, в Финляндии досталась Эстония. Если вы будете в Литве и Латвии, вы увидите только шведские банки там, например. Кроме того, вот была история, в 94-м году затонул паром Эстония. Может быть, вы слышали когда-то, это за год до моего приезда. История была у всех на слуху. Когда открылся этот... Да, 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 да. Ну, открылся, я не знаю, что открылось там, но факт тот, что там погибла половина военных Швеции, высоких чинов. Генералов у них нету, а вот полковники, там погибло огромное количество военных. Они просто перевозили из баз советских бывших, вот, радары, локаторы. То есть, они перегрузили все это дело паром. Это, я думаю, что это была не первая ходка, просто первая неудачная. И, конечно, народ за 90-е годы, сейчас вот все, которые постарше вспоминают, ох, как мы жили в 90-е годы. Вот там денег лопатой греби. Ну, там вот хочешь шест. В Швеции было, да? Да, да, да. Хочешь это, хочешь то, хочешь поездку, хочешь кредит на это, хочешь... Ну, то есть, в общем, было невозможно так хорошо. Ну, вот некоторые есть, есть люди, которые реально не могут понять, почему европейские страны, даже самые маленькие, почему они так хорошо раньше жили и до сих пор. Они же, опять же, эти страны занимались, они были колониальные, не колониальные, они, да, империи. Они грабили другие страны и вывозили, и то же самое сделали с Россией, когда она стала Россией после Советского Союза и другие страны. И вывозили все богатства полностью. Что вывозили? Под ноль. Вернее, даже с Советского Союза, я хочу сказать. Потому что разным странам достались разные куски, понятно, где. Вот я говорю за Швецию, ей досталась Литва и Латвия. Это просто четко. По количеству работающих здесь у нас литовцев и латвийцев на стройках страны нелегально, естественно. Просто это они приезжают в свой домен, так скажем, и работают, потому что кто их больше возьмет, куда. Вот они здесь из своей Латвии и Литвы приезжают и здесь работают за гроши на стройках нелегально, естественно. Ну, понятно, потому что никто их не собирается принимать. И где-то к середине, я бы сказала, стало хуже. Знаете, после 10-12 года заметно стало иссякать это богатство. Теперь мне его природа понятна. Тогда я об этом сильно не думала, если честно сказать. Но мне непонятно до сих пор другое. Почему, имея такое богатство на руках, нельзя было его вот все-таки хотя бы во что-то нужное. Вложить, ну, в тот же дороги, в те же обновления метро, ну, что-нибудь, понимаете? А что, в дороги не вкладывается? В Швеции... Ну, дороги, они, знаете, такие. Сейчас дороги... Ну, и сейчас дорогами, наверное, в России тоже не особо удивишь. Но в Швеции не самые... Они были хорошие когда-то. Но сейчас, так как за ними не ухаживает никто, северный климат, вы сами понимаете, после каждого оттаивания снегов оттаивает и асфальт вместе со снегом. То есть в Швеции то же самое? Ну, конечно. А, это не русские чиновники, которых нанимают в Швецию, чтобы строить там дороги, да? Нет. Хорошо. Ну, на всякий случай вдруг надо проверить. Это всё здесь, так сказать, своё. Понятно. Просто, ну, если честно, вот видно, что климат сильно, конечно, влияет. Потому что если поехать на юг России, то, что я делал, ну, там дороги, конечно, сильно отличаются в хорошем смысле. И инфраструктура строится. Вот реально стройка идёт везде. Это такой плюс. У меня вот какой вопрос. Я думаю, можно перейти на эту тему. Потому что вы как раз сказали, что в 2010 году всё начало слегка ухудшаться. Как, что происходит с мигрантами в Швеции? И насколько то, что говорят в СМИ, правда? Ну, вы знаете, я не знаю, что говорят в СМИ. И я могу сказать, что происходит с мигрантами. Они делятся, знаете, на две категории. Первая категория, она достаточно популярна и на виду. Они должны оправдать своё существование в этой стране каким-то образом. Не знаю, для себя, для кого-то. И занимаются они этим активно. И, наверное, всё-таки для себя больше. Знаете, когда убедить себя, что что-то правильное ты сделал, то им надо облаять то, что было в любом случае. Я с такими людьми встречалась. Облаять, как было, ну, что-нибудь. И не важно, какую область облаять. Ну, что-нибудь облаять. Вот всё было плохо. Свободы там не было или ещё что-то не было. И народ плохой, и страна плохая, и делать нечего. А здесь всё хорошо. И поэтому им, ну, есть грубое такое выражение, не буду его говорить, но всё божья роса, что здесь не происходит, да? Да. Я, извините, я говорю не про иммигрантов, я говорю про нелегальных мигрантов, которые из Африки идут. Ну, это вопрос-то очень простой. Для того, чтобы ослабить Европу в целом. Просто сюда направлен был поток мигрантов. А так как, я имею в виду, воли страны нету, такой страны, как Швеция, Греция, Франция, даже Германия, Испания и все прочие, то они их просто приняли, потому что им сказали, вот этих вот принять. Вот они их приняли. У нас в Швеции на душу населения приехало самое большое количество мигрантов всей Европы, на душу населения, не вообще в абсолютном количестве, но относительном самое большое. Естественно, никто из них, и до этого были иммигранты, вы понимаете, волны иммигрантов в Швецию были, но они делились на разные. 70-е годы в основном были иранцы, которые приехали в связи с тем, что пал режим шаха. Это были в основном воспитанные же Западом, образованные в западных же университетах, выращенные, выученные профессионалы. Ну, так, они уехали от исламской революции, там от того, от всего, от чего им было некомфортно. И это другой совсем тип иммигрантов. Они все ехали работать, карьеру делать, ну как-то в общем. И если они даже и не растворились в Швеции, это невозможно. В Швеции, в Европе нельзя раствориться. Это мононациональные государства. Шведы сами отторгнут, они не знают, как жить с людьми, которые приехали издалека. Это разница. Потом была миграция, знаете, вот такая, Германия турков набирала на работу. И досталась и нам, что называется, и шведам досталась. Турков. Уж от кого они бежали, не знаю. Это турки бежали из Турции. Уж каким образом они в беженца записались. Ну, как-то все ухитрились. Жили там на пособии. Кто-то работал, кто-то не работал. Сейчас, слава богу, приехавшие даже не пытаются работать и вообще не имеют это в виду. То есть они приезжают не для того, чтобы работать, а для того, чтобы их обслуживали. Естественно, это началось, понятно, где-то в 2014-2015 году, вот в связи с событиями Сирии с Ливией. Но это был как повод. На самом деле это было закономерно, наверное, потому что Европа вместе с этими мигрантами, она, ну, ничто, у нее нет никакой воли. Вот я вам скажу короткую такую, такой пример. Например, ну, вот, не знаю, когда наши войска оказались в Сирии и ВКС, я имею в виду, и начали освобождать, ну, так сказать, сирийское. Там же была совсем маховая ситуация. Ну, вот стали немножко территорию освобождать, российские, я имею в виду, войска, естественно. То американцы в какой-то момент взяли и просто разбомбили. Взяли сирийские войска, разбомбили без всяких, без всяких, там, типа, упси ошиблись или там как-то что-то, вот, хотели одних, а получилось других. Просто взяли, наверное, слишком тем близко подошли к хорошим террористам, я так понимаю, правильно. Нет, просто американское правительство, я сейчас не буду говорить про американцев, я сейчас скажу про американское правительство, они действуют как? Во-первых, для них американцы, это, кто бы ни был в Америке, это высшая раса, национальность. Все остальные, это просто, это пешка, которую можно, которую можно в любой момент выбросить. Это их подход геополитический. А американцы, вот рядовые американцы, когда они приезжают в другие страны, не все, но это довольно-таки распространенно, они чувствуют, что им должны все то, что можно, лизать, потому что они американцы. Вот это я от своих друзей слышал, когда они приезжали в Макдональдс, на Мальте, например, и там свежее Макдональдс, он дольше готовится. И они говорили, что это за такой сервис, я американец, я хочу, чтобы меня обслужили. Это еще вот недавно тоже случилось, но недавно, как до ковида, два года назад, я слышу американский голос, две девчонки из Америки ходят в мальтийском магазине. И начинают возмущаться. Какой магазин маленький? Почему они такие маленькие магазины строят? Что это такое? Я к ним поворачиваюсь, чисто на их языке говорю, а вы что, не знаете, что Мальта маленький остров? Вам в голову это не пришло? Вы не подумали? Они, конечно, к ним... Они же американцы, нельзя к ним так относиться, к ним нужно, их нужно целовать. Вот у них такое. Вот почему сирийцев тогда не просто... Это пешки, они никому не нужны. Конечно, разбомбили, да. Понятно, что террористов они сами выращивали, но какие-то были более послушные, наверное, какие-то менее послушные. Вот непослушных можно было еще как-то бомбить, а послушных не надо. И когда вот они разбомбили сирийскую армию, просто откровенно сирийцев, то было заседание в ООН, по-моему, ночью по шведскому времени, и наша послица, шведская послица ООН, ну или какая-то министерша там, представитель Швеции ООН, она просто заикнулась о том, что вообще-то это как-то незаконно, может быть, рассмотреть законность этой акции. На следующий день в 11 часов по центру Стокгольма ехал грузовик, давя по пешеходной улице, ехал грузовик и давил пешеходов. Четверых задавил насмерть, 38 серьезно покалечил. Все, Швеция больше, ни гугу, никакие. Там можно направо-налево всех рубать. Она намек поняла, и больше никаких заявлений, даже робких, даже там, так сказать, рассмотрите законность того, законность сего, никогда вы не услышите от представителей Швеции. Вот это был единственный раз. Если вы помните, в тот год многих так строили европейцев. В Ницце там ездили периодически. В Барселоне тоже, да. В Барселоне, в Германии на Рождественском рынке. То есть это было так, подравнивание рядов, я так понимаю, своих сателлитов, чтобы, так сказать, ровнее держали строй. А что случилось с безопасностью? Швеция вообще, она раньше была безопасная, она до сих пор безопасная. Безопасность, это даже смешно. Она, вот в связи, слава богу, с приездом наших новых друзей, это уже вопрос чисто, чисто такой теоретический, и в прошлом, слава богу. Сейчас, слава богу, с безопасностью все у нас в порядке, как во всех каких-нибудь, наверное, чикагских подворотнях. Это сарказм такой, я понял, хорошо, да. Значит, у нас, естественно, полиции запрещено говорить этнический состав преступников, естественно. А как их ловить? Ловить их, а как их поймать? Никак, вот так и не ловят. Я говорю, вот моя контора на работе, куда я хожу каждый день, она уже за три месяца подвергалась, до ковидных, я сейчас не хожу, но вот когда ходила, да, за три месяца, там было два ограбления. Просто очень интересно, с улицы въехала машина, ювелирная лавка, она причем была не наружу, она была внутри. Приехала машина, проехала, вмяла переднюю стену, и въехала в ювелирную лавку, оттуда выскочили, ограбили и уехали. Значит, они ограбили, уехали, через полчаса приехала полиция. Ну вот кого вы там будете ловить, все кто, все кого. Потом я еще помню, сотрудник приходил, новый сотрудник, который на работу должен был прийти, на интервью должен был сначала прийти, вот он приходил на интервью, в этот день при нем буквально, он поднимается на метро по экскалатору, а там идет отстрел. Ну, вам группировки друг с другом чего-то не поделили. А это район не самый лучший, но и не самый худший, надо сказать. Это не было никаким таким вот. Вот о безопасности. Вот смотрите. Значит, я совершенно человек далекий от каких-то наркотиков, нелегальных препаратов. Я просто не знаю даже, вот чисто теоретически не знаю, чем можно уколоться, нанехаться. Просто никогда этого видел. Но даже я вам могу сказать, в каком районе Стокгольма кто чем занимается. Уже сейчас я уже знаю. Поэтому это все, конечно, дело наживное, слава богу, какое я поняла. И достаточно быстрое. И уже как бы город, так сказать, мирный город. Я помню в 93-м году, когда я была в Стокгольме типа туристом, в Стокгольмской газете была статья, ну, не помню, там новости какие-то, ла-ла-ла. И когда у бабушки украли сумку в каком-то магазине, это была новость на всю страну. Понимаете? Ну, сейчас таких бабушек тысячи. И сейчас новость это, если сколько кого отстрелили сзади. Все как... Все как положено. Хорошо. Нет, ну, это мое слово паразит. А есть какие-то позитивные вещи про Швецию, которые вы можете рассказать? Могу сказать хорошую вещь. Но сначала расскажу немножко про это. Я потому что по своими коллегами, вот как надо было обучить народ, дисциплинировать, что даже это они находят нормальным. Что так все, мол. И когда я им говорю, ну, ведь у вас же так не было. Опустите еще телефон чуть-чуть. Да-да-да. У вас же так же не было. Ребята, вспомните Швецию 20 лет назад. Даже я ее помню. Вы-то должны помнить. Ну, вы знаете, сейчас все так. Ну, что же нам, так сказать, требовать каких-то специальных отношений к себе? Мы лучше вот... Вот. А что хорошего? Хорошего, например, по работе. Это отпуск. Отпуск у нас хороший. Самое хорошее в работе – это отпуск. Ну, это 28 дней как. Правильно? Да, у нас немножко дифференцировано. Вообще 25 – это у самых молодых рядовых необученных, что называется. Потом, по мере взросления, там после 40 лет добавляется еще неделя. Значит, у коммунальных, работников коммунальных предприятий, в которых я работаю, можно поменять. Дело в том, что в отпуске платят... Во-первых, он оплачиваемый, конечно. Но, кроме того, он оплачивает, ну, и даже больше, чем рабочие дни. Так вот эту надбавку у коммунальных работников, я шучу, можно поменять на дополнительный отпуск. У меня это получается еще полторы недели. Хорошо. Отпуск. Чего еще? Мне интересно. В общем, отпуск и все. Но, с другой стороны, я немножко... Мне характер шведов тоже нравится. Я не люблю, знаете, таких слишком навязчивых людей. Вот уж кто совсем не навязчивый, так это шведы, наверное. Там и не навязчивые. Хорошо. Хорошо. Слушаю. Вот. Потом... Ну, достаточно. Они стараются. Они, в общем, не осуждают никого. Но это и в хорошем, и в плохом смысле. Их выучили достаточно давно, что все, что не делается, все хорошо. Поэтому они не ропщат. Вот. Кстати, об этом. А они стучат на друг друга? Ну, случается. Да, стучат, конечно. Конечно, стучат. Но я говорю, это если человек превысил лагу. Вот превысил он вот эту вот горку, которая ровная. Вот он имеет, так сказать, шанс оказаться... Вот такой у меня вопрос. А не скучно ли жить, когда все на одном уровне постоянно? Ну, конечно, да. Это скучные люди, я согласна. Они, ну, вплоть до того... Я говорю, они без какой-то закона, без инструкции, без чего-то люди зависают. Как в быту, кстати, так и на работе. Например, когда мне было легче как-то работать, я придумала свой метод, ну, каких-то там документаций, там, каких-то способов проектирования. И когда обнаружили, что это работает, то из него сделали инструкцию. То есть, как бы, из моего метода сделали инструкцию. Документировали, запротоколировали, записали в рутину, ну, как вот, так сказать, пункт один, пункт два, пункт три. И вот делаем так. Вот вы говорили, что вы планируете переехать в Россию. Расскажите, пожалуйста, причины, коротко, причины вашего переезда. Причины, вы знаете, достаточно простые. Я не представляю себе жить... Очень тяжело ментально, особенно сейчас. Вы понимаете, ведь идет война, пусть она информационная, но она идет. И столько гадости выливается на мою страну, которую я люблю, и частью которой я себя все равно считаю, что это очень тяжело переварить ментально. Причем это, как бы, говорится про между прочим, и даже считается, что вы как меня благодетельствовали, что ли даже. Знаете, вот это безумно раздражает. Я все время огрызаюсь. Я раньше не огрызалась. Мне казалось это, ну, как бы, не культурно, не вежливо. А сейчас я поняла, что, ну, это просто невозможно. Я иначе просто потеряю душевное равновесие. То есть вы обратно на фронт едете? Вы из подполья, вы обратно на фронт едете? Я считаю, что я здесь партизанский отряд. Так вы... Вы знаете, я же ведь еще хотел немножко вкратце рассказать об образовании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!